Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Надо определиться, куда положить это, чтобы слышальность была лучше. Номер 777. Даниила 1127. Потому что конец еще отложен до времени, за 29 января 2018 года. Владимир Харин. Мир вам. Был в храме у нас в деревне, задал вопрос священнику после службы. Взял свидетеля и, подходя ко кресту, задал вопрос, почему сокращение литургии безоглашенных. А он мне говорит, здесь нет посторонних. То есть, все с миром смешалось, и он тоже ответил правильно, священник. Посторонних нету. 5.13 Диане Апостолову говорит, что посторонних никто не смел пристать, а их нету сейчас. Улица. Ни одного, значит, нету, который был бы отделен от мира. Избрания нету. Вот ответ хороший дал священник. Далее спрашиваю, где вы в Библии прочитали, что мы русские, богоизбранный народ? Он молчит. Ну, нет ничего, это русофилы все, юдофобы придумали. В конце спрашиваю, для вас Библия авторитет? А он молчит. Все в храме слушали, у меня голос громкий. К этому попу в храм ноги не идут. Езжу в город. Правильно ли я поступаю, или это гордыня? С уважением к вам, Харин Владимир. Я отвечаю. Что бы представить сие отступничество на вид архиерею? Нет инструмента там, ну, это... Юрий Соболев. Мирман Игнать Тихонович. Готовлюсь, предвкушаю к просмотру свежего выпуска собрания общины. Хочу поделиться анекдотом. Дома платок носишь? Это священник спрашивает это. Она спрашивает, а зачем? Ну, в знак смирения перед мужем-то. Ну, моему мужу не нравится, когда я в платке. Что значит не нравится? Пусть смиряется. Вот какая-то русско-православная община. Кто они, что, не знаю. Ну, букву Иисус с одним и пишет. Может, это старообрядцы какие-то. Но пишет. Почему служители московской патриархии набросились на деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина? Главная причина – это значительно более достойный образец православной жизни в общине братьев Лапкиных. Этот образец обличает серьезные духовные болезни московской патриархии. Жизнь в нравственной чистоте, жизнь общинная, жизнь вне города, который превращается в Вавилон, Содом, Египет. Общинная жизнь, где есть старшее, но и есть настоящее братство – всего этого уже давно нет на приходах МП. Приходская общинная жизнь в МП умирает, потому что ее убивают. И заказ на убийство исходит от слугов антихриста Кирилла Гундяева и Лариона Алфеева. Игнатий Лапкин занимается людьми. Почему? Потому что им движет любовь к Богу и к ближним. А отсутствие любви – главный недостаток МП. Община братьев Лапкиных совершает труд, с которым не может сравниться труд нескольких епархий МП. Слава Господу Христу за это! А иначе быть и не может, ведь сегодня служители МП, они служат своему достатку – ради власти и денежной корысти. В общине Лапкина, как и в любой настоящей православной общине, не может существовать магазин церковный. Служители МП сегодня не могут совершать свое «служение» в кавычках без церковного магазина, потому что они, как и во времена земного служения нашего Господа Иисуса Христа, уподобились иудейскому Синедриону, который превратил Иерусалимский храм в дом торговли и вертеп разбойников. Сегодня таковы приходы МП. Можно спорить о некоторых вероучительных вопросах, Но в 20 веке и в начале 21-го за все это смутное и богоборческое время Сатана потрудился по созданию лжеучений, ересей и лжецерквей, в которых господствуют лже-пастыри, чтобы запутать людей. Одна из таких лжецерквей – это МП, созданная в 1943 году по инициативе под чутким руководством спецслужб СССР. Так что жаждущие и алчащие правду утверждались в православной вере опытным путем, через гонимых с советской властью и ее верной помощницей МП настоящих христиан – староверов, катакомбников, зарубежников. И на этом пути не был застрахован от ошибок, в том числе вероучительных. Никто. Но алчащих и жаждущих Божьей правды Господь утешит, напитает и приведет в разум истины, единство веры православной. Можно не сомневаться в том, что общинная православная жизнь общины братьев Блаткиных больше содействует трезвению, бодрствованию и чистой нравственной жизни каждого члена общины. А на приходах МП – полное нравственное разложение, позорящее звание православного христианина. Так что реакция служителей МП – это проявление зависти и ненависти, которые подобны зависти и ненависти иудейских служителей во времена земного служения Господа Иисуса Христа. Ну, наши ресурсы можно показать, что у нас есть. Это вот мой мир, вот где я просто в шапке. А если еще там с голубем, то не надо трогать. Там копию дают модераторы. А здесь самое основное – легко общаться, все данные, почта, все здесь есть. Ну, далее такой. Это наш православный форум. Вот слово сказать, следующее воскресенье. Сегодня у нас уже что, вторник? Среда, вторник. То в это воскресенье, первое воскресенье в феврале у нас отмечается то, что сайт начал работать. Ну, сайт был потом «Мой мир». Вот форум есть открытый, канал на видео в Ютубе. Ну, и там «Одноклассники», там они смотрят ВКонтакте, Твиттер, Фейсбуке. У нас везде есть странички. Ну, там что-то модераторы делают, я вообще не бываю нигде. Только главное, вот, что показываю здесь, четыре. Это форум, «Мой мир», Ютуб и сайт. Ну, и вот видеоканал наш. Замки снимаю я, они там закачивают что-то, я это мало что закачиваю. И во Святи Библии православный библейский сайт. Самое ценное, считаю, это вот ответы. 4124 ответа по темам. Ну, сейчас у меня идет одиннадцатый грех. По порядку. Озвучиваю помаленьку. Тут еще такое. Один. Ну, тут тема возникла, награда. Вчера у нас уже тут, я считал по этой теме. Вот. Я решил посмотреть стихи мои тут есть. Так я их называю, проповеди в стихах. И... Тут бумага-то где-то у меня. Вот сейчас посмотрю. Нету. Неужели совсем куда-то загнал? Ну, вот нету-ка ни под рукой. Что тут? Так. Вот она где. Под низом. Закрыл этой катушкой-то. Вот слово награда в Библии встречается 65 раз. Какая награда? А побудила к этому, вот, Иоанна Кронштадтского, крест. А на крест прицепленный, там что-то закончил, кандидатская какая-то. Вот так интересно. За крест цепляется, я понял. А не наоборот, чтобы, ну, там что-то, а за это крест цеплялся. Там бакалавр, где-то за доской, доска на голове. Вот. У меня в стихах встречается 150 раз слово награда. Награда. А в открытым оком, это 33 тома у меня, ну, это в общей сложности получается 26 561 страница. Ну, при 100 процентах, там, при 16 размерах буквы, вот так вот. И встречается 1247 раз слово награда. Поясняю. Так вот, я хотел показать, ну, я, стихотворение все по 9 куплетов, а я, где встречается это слово, по одному куплету брал слово награда. Неземное. Земное, якобы другим обещались овечки, там. А здесь другое. Что, как я понимаю, вот выражено, я называю проповедью в стихах. Не слушателем в будущем награда, а делателем явным или тайным. Поши не леносно и почини ограду, день жатвой впереди, и он настанет. Из другого стихотворения. Да ныне ищет Бог надежных виноградник, в награду им динарий, как в притче обещал. Кто в монастырь забился, их сатана ограбил. Христос тому нас учит, начало всех начал. С Библией на зло идут тараном, иногда в подкоп, а то в обход. Им наградой принятые раны. Побеждает, вновь идут в поход. Под гибнущим и тленным раздобыть, нетленное, бессрочное в награду. Туда не взять у дело полстопы, в небесное, через нищих поспешим припрятать. Христа принял, он верой наградил, возвысил над прошедшим, подтянул голгофе, и цель конечная вплотную, не вдали. Как жаль, что многие сильнее меня оглохли. В меру сон награда от того, бодрствующая над библейским словом. Страны целые под божьим сапогом, чью гордыню показав отломит. Болезненной выдержать награда за верность несгибаемый характер, слезами поддержать в страданиях брата и в пыточную печь страданий кратер. Боль растекается по нервам полыхая, а нервы струны арфы и псалтири. Но будет час, пройдет беда лихая, Христос вознаградит скорбящих в этом мире. Кто верит Библии, послушней мусульманок. Неописуемая им награда в небесах. Их красота телесная не станет лишь приманкой, но вызовет раскаяние и неподдельный страх. Начальствующим трудно совсем не согрешить. Расчет награды точно не расстравляя болью. А ропот недовольства все кости сокрушат. Великое богатство быть всегда довольным. Мы заложники всего, все своего языка. Оправдание слов и награда. Никогда ни о ком не судись высока, а от него и падение рядом. Кто первый на ресталище бежит, победу одержать вполне сумеет. Тому награда, премии, дожди. На всех олимпиадах он всегда умнее. Если явно слову вопреки, авторитет церковный утверждает, согласно с ним такое прореки, угроза адом и награда раем. Великая в малом, вечность в обычном, и ум у мирских раскорящится крабом. Полезная в брошенном все же поищем. За это обещана богом награда. Свободою бог наградил первозданных людей. Опасности высветил худшее, явно пометил. В звериные шкуры жалея старался одеть. Вопрос был один, но адам заплутался в ответе. Власть для того, чтобы укротить злодеев, а доброго трудягу наградой возвеличить. Без всякой власти точно сослабеем, и без пределом беды все наклищим. Мать свою старую в дом престарелых, жен поменял, не упомнит теперь. Грудь от наград тяжело запестрела, сердце в бездушность обито, как дверь. Им поприще свое и грустно не облегчить, бежать к награде задыхаясь в спешке. Для них растут деревья, тяжелый крест на плечи. Позор, развал семьи и дикие насмешки. Это я взял 18 стихотворений, а их 150 таких, в которых встречается слово награда. То есть, как можно понимать, это слово. Ну и теперь посмотрим, которое здесь у меня есть. Слово грех сейчас идет. Ну и некоторые слова. Те, кого привыкли считать за святого, допускали ли они умышленную ложь, когда они уже были верующими? Ответ. Создается такое впечатление, когда читаешь жития, что или те, кто писал эти жития, или в действительности тогда, как и сейчас у старобрядцев и коммунистов, допускается ложь в ходе воспасения, потому что монашествующие запросто идут на ложь. Меня иногда упрекают, а вот эти ложи спасают. Никого не спасаешь, если только на время нас сокрыть, а потом тебе никто и верить не будет. Иоанна 8,44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Царь законе 25,16. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающий неправду. Исаия 58,6. Вот пост, который я избрал, разреши узо неправды, развяжи узо ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторни всякое ярмо. Узо неправды все это. 1 Иоанна 5,17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. 2 Тимофея 2,19. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господне. Выходит, что кто не исповедует Господа, живет играя в монашество, ему вроде бы можно и не отступать от неправды. Беда в том, что написав о допустимости лжи в житиях, поставили подобное в пример подражание, ибо тут же в житиях не осудили сей смертельный дьявольский грех. Зараза пошла метастазами на века, на народы. Особенно писатель житий прямо-таки восхищается умной ложью, если она была использована для ухода в иношество. Тут восторге, тут дифферамбол жецу, что ложь такая добрая, такая лучезарная, ведь она же ради монашества. А подобная цель оправдывает все средства. Но ведь ложь – дьявольское орудие. Вот тут и орден иезуитов имеет свое обоснование. И чем тогда лучше православие, осуждаемое ими католицизмом? Бревна торчат во всех щелях и в глазах у самих канонизатора полжи. Савва сербский, 12 января. Это из житии беру кавычки. Немного спустя времени было явление святому Савву, одному из учеников его. Святой Савва объявил, что с того времени, как Господь взял его от мира земного, ему не надлежит ли жить во гробе, а лежать в церкви на видение всем. Тогда вновь вынули мощь его из земли и положили в деревянном ковчеге и поставили посреди великой церкви. Через несколько дней пребывания в гостях у своих родителей Расько просится у них на охоту в одну неблизкую дикую местность, богатую всякого рода добычей. Родители охотно дают свое согласие. Получив родительское благословение, Расько в сопровождении своих верных людей отправляется в путь. Но не для звериной ловли в пустыню, а на святую Афонскую гору, для подвигов ради душевного спасения. И уже никакого значения не придает прямым словам Творца о прахе всякого человека, где ему надлежит быть после смерти. Бытие 3.19 В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься. Посему подобное явление, в кавычках, из потустороннего мира нельзя рассматривать иначе, как явление духа лжи, противящейся воле Создателя. Кто научил обманывать родителей и прочее. Но главное, что в монашество все, можно лгать, и никто не спросит. Иулианья, 21 декабря, кавычки, когда Иулианья начала приходить в возраст и свести красотою, и в то же время проявлять ум и добронравие, один из царских сановников по имени Илевсий, предупреждая других женихов, заранее обручился с нею совершение же брака было отложено до совершеннолетия. Итак, при нерадении матери, блаженной Иулианей, легко могла скрыться Иулианья от отца своего свою веру во Христа и упражняться в молитве, чтении божественных писаний. Исполнена в сердце своем любви к Богу и утвержденная в благочестии, она помышляла, как бы ей отказаться от того, с кем она была обручена и избегнуть брака с нечестивым, девство свое соблюсти нерушимым, а ты дала поклонника и тело сохранить чистым от слуги Бесовского. Посему, когда стала приближаться время брака, Иулианья послала к своему жениху Илевсию сказать, «Не готовься напрасно к браку, да будет тебе известно, что я не соглашаюсь идти за тебя замуж, если ты не сделаешься епархом страны этой». Это большая должность, как губернатором. Посему, когда стала приближаться время брака, Иулианья послала к своему жениху Илевсию сказать, вот это она и сказала. Так поступила святая в уверенности, что Илевсию невозможно достигнуть этого сана, и таким образом думала избегнуть брака с ним. Но Илевсий, плененный любовью к ней, начал тщательно домогать са сана епарха, но посредством усиленных просьб, то посредством богатых даров, то через сильных ходатаев, умоляя царя почтить его тем саном. И по прошествии многого времени, истратив многое имение, он, хотя и с трудом, при помощи беса достигнул желаемого, ибо дьявол, желая помешать доброму намерению, святой деву помог Илевсию. Сделавшись епархом, он тотчас послал к своей невесте сказать, «Радуйся, Иулианья, что имеешь меня женихом, удостоенным славы. Я епарх!» «Итак, готовься к браку!» Илеванья, видя, что посредством вымышленного предлога, то есть солгала, она не избегла из сети Илевсии, явно открыла то, что долго скрывала в сердце своем, ищи из посланных, а отвечала ему так, «Хорошо, что ты удостоен и паршества, но если не поклонишься Богу моему, и не будешь служить Господу Иисусу Христу, которому я служу, то ищи себе для брака другую. Ты мне не угоден, ибо я не желаю иметь мужем того, кто не исповедует единую со мной веру». Услышав это, Илевсия удивился перемене в своей невесте и сильно разгневался. Призвав отца ее, Африкана, он стал спрашивать его, «Почему дочь твоя от Богов наших отказывается и мною гнушается?» Ну, еще из этого-то получилось. Сказнили ее? Афанасий Афонский, 5 июля, «Житие», кавычки открыты, найдя здесь некоего старца в безмолвии, жительствующего вне обители, он просил последнего принять его, а дабы не быть опознанным по имени, он переименовал себя из Афанасия в Варнаву. А между тем старец расспрашивал ее, говоря, «Кто ты, брат, откуда, и по какой причине пришел сюда?» Он говорит, «Я был корабельщик», отвечал Афанасий, «и, попавший в беду, дал обещание Богу отвергнуться мира и сокрушать грехах моих. По этой причине я облегся во святой иноческий образ и, наставляемый Богом, пришел сюда к твоей святости, желая пребывать с тобой и получать от тебя руководство ко спасению, на пути спасения. Имя же мое Варнава». Поверивший рассказу Афанасия, старец принял его и остальное время Варнава прожил со старцем во всем, повинуясь ему как отцу. По прошествии же некоторого времени он сказал старцу, «Отче, начни обучать меня грамоте, чтобы я мог, хотя немного, уметь читать псалтырь. Когда я жил в миру, я ничего другого не знал, кроме плавания на корабле». Блаженный Афанасий затем притворялся неграмотным, чтобы не быть узнанным и опознанным теми, кто-то стал бы искать его. Тогда старец написал для него азбуку и учил его, как никогда не учившегося простеца. Варнава, между тем, притворялся, будто не может понять и уразуметь азбуки. Так он поступал в течение долгого времени, а старец печалился за него, а иногда, разобидевшийся, с гневом, прогонял его от себя. Названная же Варнава, смиренно говорил, «Отче, не отгоняй меня, неразумного и дурного, но, Бога ради, потерпи и помоги мне твоими молитвами, да подаст мне Господь разумение». Житие Ефимия Нового, 15 октября. В то время был славен своими подвигами преподобный Иоанники Великий. Какие подвиги, вот думаешь, что там шкуру надел на себя, там собак переколотил, но они пойдут проповедовать, благовествовать, «Ни-и-и, монах пойдет, да че он, с ума сошел?» Однажды к всему великому подвижнику собралась большая толпа, жаждущая слышать от него слово назидания. Среди сей толпы, затерявшись в ней, стоял и юный Никита. Прозрел богоносный отец Иоанники, горящее желание Никиты иноческой жизни, его будущие славы и преуспения в добродетели и пожелал видеть перед всеми скрывавшуюся в нем до того времени добродетель. «Кто это такой, что в образе мирским так смело обходится с другими?» притвожно спросил Иоанники, собравшись к нему иноков. «Не знаем», ответили ему они, «Этот юноша дурной человек, он человекоубийца», воскликнул с притвожным гневом Иоанники, «возьмите его и свяжите». С удивлением смотрели и иноки на юношу и на перерыв спрашивали, поднял ли он убийца, а юноша еще прежде иночества, стяжавший послушание и смирение, во всеуслышание объявлял себя действительным убийцей, достойным тяжкого наказания, и готов был с охотой принят возлагаемые на него узы. «Ну, соврал же, ясно!» «Оставьте!» и смиренный Никита ушел от святого Иоанникия. Он понял, что если он останется вблизи Иоанникия, среди его иноков, то не избежит той славы, которую он так ненавидел еще в детстве своем и, спасаясь от которой, бежал из родного своего селения. Другой старец Иоанн, живший недалеко от Иоанникия, далеко, с радостью принял пришедшего к нему Никиту и, преподав ему уроки о подвигах иноческого жития, вскоре же облег его в ангельский образ, назвав его припострижение Ефимием. Пробывал у Иоанна довольно продолжительное время и, научившись от него скистскому безмолвию, вот подвиг какой, скистской безмолвии, идите по всему миру и проповедуйте, ну, сходится, нет? Ну, явно, что монашество-то антиевангельское, вот такое вообще, антиевангельское. Скистскому безмолвию и подвижничеству Ефими по приказанию своего учителя ушел в Кеновию. Помыслы об оставленных им супруге, родственников, богатстве уже не раз волновали его душу, но, неся сие послушание, Ефими мог утешать себя словами спасителя. Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит восток рад и наследует жизнь вечную. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Почему они лгут? Наказание боятся. Неправда приносит им выгоды много. Вранье непрестанно в отчетах и в святцах щупают щупальцы лжи осьминога. Прабабка поверила лжи хвостовству. Прадеда тому научилась смиренно. Ложь прилепили к распятию кресту, теперь принимают на уровне генном. Правители, царь, президент и залгались, пишут, печатают, рут по эфиру, будто есть правда, а лжи только малость, но даже иконы идти искривила. Под разным предлогом украсить рассказ, себя похвалить, представляя героем, что не тебя, а уж ты, будто спас, убил в сорок уток одним лишь патроном. Лгут безотчетно, поверив себе, что упомощь лжесвидетельством умным, лепят неправду открыто судье, к дьяволу в бездну провалятся шумом. Дьяволось лжец и отец всякой лжи, малой, великой, привычной и всякой. С правдой сегодня нельзя, мол, прожить, и нет нам движения, стоим раскорякой. В царство небесное лжец не войдет, совесть проснется, кому же служили? С правдой живущий он как идиот, без разных кривляний и кривды, ужимки. Христос наш есть путь, только истина, жизнь, и нет в нем ни правды, греха и лукавства. Дай Господи сил отгребаться от лжи в церкви, в душе и во всех государствах. Как бы все-все изменилось в тот час, сколько раскаяния, слез и улыбок. Жить не по лжи, не солги сгоряча, правда и дождем размельчаются глыбы. За 21 сентября 2003 года. На сегодня хватит.